Здравствуйте, я Сергей. Мне хочется поделиться с вами удовольствием, которое я получаю от творчества Владимира Высоцкого. Говорят, что классикой называется то, к чему хочется обращаться неоднократно. Песни Высоцкого я переслушиваю по много раз. В песнях Высоцкого очень богатый русский язык и много метафор. Например, Кузнец сообщает, что я два плана залудил, то есть полностью выполнил план. Как же Стянчик полностью заделывает все дырки в металлической посуде? Залудил. Или тот же Кузнец сообщает, молот мне, так я любого своего перегублю. Я попробовал перенести сюжет песни Высоцкого на экран в виде музыкального мультфильма. При этом мне стало интересно проиллюстрировать сюжет картинками под новым углом. В песне «Я вчера закончил ковку» рабочий кузнечного цеха советского завода огражден поездкой за рубеж. В международном отделе ЦК КПСС его инструктируют перед поездкой на растленный зал. В моем в эфире чернокожий американец, менеджер по продажам, перед поездкой в Восточную Европу проходит инструктаж, конечно же, в ЦРУ. Еще метафоры. Ты в дверь, а не в окно. Поселившимся в европейской гостинице, американцу, жрицы продажной любви, навязчиво предлагают свои услуги. Самыми невероятными способами. А теперь Вы сможете составить свое собственное мнение, что и как удалось, посмотрев сам Большой Фильм. Я вчера закончил ковку Польский город Будапешт, там у них уклад особый, нам так сразу не понять. Ты уж их, братон, попробуй, хоть немного уважать, будут с водкой дебаты, отвечай. Нет, ребята, демократы, только чай. От подарков их сурово отвернись. Мол, у самих добра такого завались. Он сказал, живя в комфорте, экономь, но не дури. И гляди, не выкинь в ордене, сухомятки не помри. В этом чешском Будапеште Уж такие времена, может, скажут, пейте, ешьте, но, может, ни хрена. Ох, я в Венгрии на рынок похожу, на немецких, на румынок погляжу. Демократки уверяли горяча, И берут советских граждан не гроша. Но буржуазный зараза, там всюду ходить богатам, Опасайся пущих глаза, ты в небрачных связи там. Там шпионки с крепким телом, ты их в дверь, а не в окно. Говори, что с этим делом мы покончили давно, Но могут действовать они непрямиком. Шасть в купе и притвориться мужиком, А сама наложит дола под корсень, Ты проверяй, какого пола твой сосед. Тут давай его пытать я, опасаюсь маху даму. Как проверить лезь под платья, так склопочешь по мордаму. Но инструктор парит только, деловой попробуй срежь, И опять пошла Марокко, враг коварный за рубеж. Я популярно объясняю длинный веш, Я в Болгар мучаю, в Будапешт. Если демы там возникнут, сразу снять, Пить не нужно, они вникнут, разъяснять. Но я ж по их нему ни слова, ни в духу и ни в тую, Молод мне, так я любого своего перекую. Но ведь я не агитатор, я потомственный кузнец, Да я к полякам в Улан-Батор не поеду на колец. Сплю с женой, а мне не спится, Дусь, а Дусь. Может, я без сохранницы обойдусь. Я ж не ихнюю замесу, я сбегу. Я на ихнем ни пельмес, ни хуку. Дуся дремлет, как ребенок, накрутивший пигуди. Отвечает мне с просонок, знаешь, Коля, не зуди. Что ты, Коль, больно робот, я с тобой разведусь. Двадцать лет живем бок о бок, и все время Дусь и Дусь. Обещал, забыл ты нежно, ох, хорош. Что клеенку с банклодежка привезешь. Сбереги там пару рубий, не пузи. Хоть чё, хоть чёрт, в ступи привези. Я уснул, опняв с утру, Дусь, унешнюю мою. Снилось мне, что я кольчу, Ущи, ты имеешь себе куют. Там у них другие мерки, Не поймешь, скидят жильем. И все снились мне виньерки, С бородами и с ружьем. Снились тусины, клеенки, Света беж. И нахальные шпионки в банклодеж. Поживу я, воля божья, урубит. Говорят они из Поволжья, как и мы. Вот же женские замашки Провожала, стала петь. А от пультюжала рубашки Люба дорого смотреть. До свидания, цех кузнечня, Ждал хвоздика родной. До свидания, план мой, Встречки перевыполненный мной. Пили мы, мне спирт по орту проникал. Я весь путь к аэропорту проекал. В трапу я, а сзади в спину будто лай. Ты на кого ж ты нас покинул, Николай? Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова